Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Один человек появился в моей жизни. Он через пару часов отвечает мне на смс, хотя первый пишет сам, хамит, маговый очень в отношениях, и игнорирует. А я всё больше и больше влюбляюсь в него. С таким высокомерным и гордым мужчиной у меня были отношения, он как лимон меня выжимал. Ну, имеется в виду, что я с ним замучивался конкретно, боюсь, что это постарится и с нынешним. Я не знала, что он такой грубиян, начали общаться по телефону, я поняла, что он самовлюблённый эгоист. Не знаю, но меня к нему тянет, я очень не хочу этого, игнорировала, сама его тоже приступаю через себя, но скучать начала ужал, жду, что он напишет или позвонит. У меня есть муж более спокойный, добрый, но я его видеть не хочу. Что делать? Такой вопрос у нас. Ну чтож, Аноним, я думаю, что вам, мои коллеги, уже дали какие-то ответы, вот. Вообще, если говорить как-то в общих чертах, наверное, вот, то я бы сказал, что здесь присутствует садомазохистическая такая тенденция, вот. Это очень важно понимать. То есть вас тянет к людям, которые к вам грубые. Вот, вероятно, для того, в том числе, чтобы, значит, вот, реализовать, так скажем, то есть вы в глубине души как-то вот чувствуете, что вы достойны наказания, вот. Вы хотите наказание и реализуете это через, вот, данную тенденцию, по сути дела. То есть мы здесь сталкиваемся с чем? Мы здесь сталкиваемся с обесцениванием, вот, с недоверием себе, вот, с базовым таким чувством, я бы сказал, может быть, ну, с базовым чувством вины, да, с базовым чувством таким аутоагрессии, вот, с нелюбовью к себе, вот, потому что вам, вот, ну, в этом смысле, как бы не нужен, да, ваш добрый муж. Вот, отношение с ним, кстати, тоже, на мой взгляд, является тем, на что нужно обратить ваше внимание. То есть у вас есть муж, но вы как-то вот не особенно, я бы сказал, эм, беспокойтесь, может быть, по поводу того, что вам с ним делать, да. То есть, что вам делать с, ну, отношениями с ним, ведь вы находитесь с ним в отношениях с мужем еще, вот, а у вас, получается, один мужчина, да, у вас, получается, второй мужчина был, вот, ну, ну, всякие, такие, вот, похожие, похожие отношения, вот. И это, конечно, вызывает обеспокоенность, обеспокоенность вызывает именно ваш подход, ваш подход к самой себе, вот. И ваш подход, ну, вот, к, возможно, мужчинам, да, вот, то есть, вот, вызывает, ну, какие-то такие, вот, апостолы. Поэтому, отвечая вам на вопрос, эээ, что делать, я бы, пожалуй, сказать, что самое лучшее решение – это пойти на психотерапию, вот. Это самое лучшее решение, которое, которое вы можете, пожалуй, для себя принять в эту ситуацию. Вот. Конечно, если вы сами в этом заинтересованы, потому что, ну, понятно, что если вы не заинтересованы, то никаких таких решений, конечно, быть, не может, да, вот. Вот. Значит, целомезахистическая история в основе своей имеет, ну, по крайней мере, на мой взгляд, в основе своей имеет скрытую агрессию. То есть у вас вот такая, как бы, есть агрессия, вот, ну, подавленная, да, подавленная, подавленная агрессия есть у вас в отношении, вот, например, ну, например, себя, и, соответственно, это то, что можно, это то, что нужно корректировать, вот. Ключевой момент, ключевой момент заключается в том, что вы говорите о своей тяге. То есть вот вы, ну, описываете свои состояния, да, как то, что вас тянет. Вот. Вы говорите про тягу. Вот. Соответственно, если мы говорим про тягу, то вот это как раз, значит, и достойно. Того, чтобы с этим разбираться, с тягой, что это за тяга, вот к чему именно вас тянет, и какая у вас в этом потребность. Ну, лично я, лично я думаю, лично я думаю, что дело здесь заключается в том, что вы нуждаетесь вот в этом грубом обращении, потому что считаете себя его достойной, и не можете как бы принимать, что ли. Ну, вот. Себя. То есть, вы можете принимать проявление любви такой вот к себе. Когда доброта, любовь, да, вас просто не привлекает, не вызывает каких-то приятных чувств. Ну, напротив, напротив. Напротив. Когда к вам относятся нехорошо, вам от этого лучше, вам от этого как-то может быть даже спокойнее в этом смысле, вам в этом смысле может быть даже комфортнее, вам в этом смысле может быть даже удобнее, вам в этом смысле может быть даже привычнее вы себя чувствуете, вот. То есть такие вот у вас есть моменты. И, как я думаю, с этим в первую очередь можно и нужно работать, конечно же. Вот, да, другой вопрос заключается в том, ну, хотите ли вы, заинтересованы ли вы в этом, вот, интересно ли вам это или нет. Вот, на мой взгляд, что желательно решить, что вы будете делать все-таки со своим мужем, да, то есть вот, как у вас строится отношение с ним. Вот, вы говорите, например, например, вы говорите, что, ну, вот, не хотите вы его видеть, вот. Ну, чтож, если вы говорите, что вы не хотите его видеть, то он вам чем-то неприятен, да. А, тем не менее, это ваш муж, вы его выбрали, вы его выбрали, ну, с тебе в, ну, в, ну, в супруге получать. Вот, и, на мой взгляд, начать нужно с этого. Ну, просто, чтобы вам было как-то вот самой, да, понятнее, что происходит. То есть вот, и вот есть, ну, вот есть муж ваш, и вот вы как-то вот, значит, обращайте внимание, там, грубо говоря, на другого человека. Причем не первый раз уже. Вот, как бы, люди, которые, которые склонны к такому вот, ну, к такому грубому отношению, грубому обращению с собой, да, вот, эти люди, они довольно часто вот как раз-таки некоторую такую внутреннюю опору не имеют. То есть они вот как раз к себе относятся довольно поверхностно. То есть им сложно находиться с собой, ну, с самими собой. Ну, вот, для них это вот проблема. Они начинают испытывать тревожность, начинают испытывать вот, что, ну, не нужны никому. Вот, то есть такая вот история. Яркие эмоции, яркие эмоции нужны, вот, вам нужны яркие эмоции, на мой взгляд, в том числе тоже. Ну, понятно, как бы, что в доброте, да, вот, в доброте и спокойствии, этого нет. В доброте и спокойствии ярких эмоций немного, мягко говоря. А, грубо говоря, их там, ну, вообще, может даже и не быть, ну, совсем. И, соответственно, конечно, вот, все это вас, ну, понуждает, все это вас вынуждает как-то вот смотреть в другой сторону. То есть это решение вот такого вот внутреннего, получается, вашего конфликта, на который, пожалуй, что нужно обращать вам свое внимание. Вот, и с этим работать, потому что, ну, вы сами несчастливы, получается, вы сами, получается, страдаете от этого, да, и так далее. А, что вы находите для себя в грубости, что вас не тянет, тоже очень важный момент, на мой взгляд, на мой взгляд, тоже очень важный момент, что вы находите для себя вот в, ну, в грубости, вот. Это тоже то, на что вам, на мой взгляд, нужно обратить свое внимание, вот, постараться это сделать, по крайней мере, вот. И дальше, я думаю, уже можно будет работать. Ну, вот, вы сами, в принципе, можете выбрать для себя какой-то вот, ну, подходящий вам метод, да, то есть это может быть гестарль, это, да, подход, это может быть психоанализм, это может быть когнитивно-победенческая терапия и так далее. То есть выбрать для себя какой-то вот, ну, плюс-минус приемлемый подход, удобный для вас, вот. То есть это то, что также вам, на мой взгляд, нужно сделать для себя, конечно же, конечно же, вот. Вот, вот как-то так, в целом, этот вопрос решается в формате психотерапии, вот. Вот, пожалуй, так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все, я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые, так скажем, постелапы для психотерапии, вот, и начать, соответственно, ее. Вот, всего вам самого доброго, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.